Первые 10 минут оперативного совещания Правительства Республики Башкортостан Ради Хабиров, как и завещал ему накануне Владимир Путин Посвятил заботе о бойцах СВО Забота в этот раз выразилась в раздаче региональных наград Хабиров много и неинтересно говорил Гордился полком Башкортостан как самим собой Ну в общем 10 минут пролетели быстро Дальше перешли к кадровым решениям И начал Хабиров издалека С глав муниципалитетов Например, Риту Мадоритовну Самигулину Хабиров по мгновению волшебной палочки Превратил из директора сельскохозяйственного колледжа В исполняющую обязанности главы Стерльтамагского района А Анну Карабанову поздравил с утверждением На посту главы Благовещенского района Ну надо отметить, что количество женщин В окружении ради Хабирова Всегда прямо пропорционально сложности его политического положения Всегда в самые трудные моменты Ему на помощь приходили жены, подружки Или просто коллеги женского пола Ну вот, видимо, наступили такие же времена Правда, пришлось от одной женщины-начальницы избавиться Как я уже и говорил, Яна Гайдук перестала быть руководителем Комитета по делам молодежи И Хабиров попытался, конечно, представить эту ситуацию Так, как если бы Яна внезапно ушла По собственному желанию с этого теплого места Заниматься большой наукой в один из университетов Уфы Но получилось, прямо скажем, не очень Неубедительно получилось Действительно, Гайдук ушли Исполняющим обязанности председателя комитета По делам молодежи Республики Башкортостан Назначен бывший заместитель Яна Гайдук Вита Корлеона Сабиров Никак не соответствующий своей внешности Своему сицилийскому имени Как говорится, юноша бледный со взором горящим Далее Хабиров напомнил, что же скоро 7 февраля случится 90-летие Муртазы Рахимова И Хабиров намерен исполнить все свои обещания По поводу увековечивания памяти первого президента Республики Башкортостан Данные им над гробом Рахимова Будет установлен ростовой памятник Муртазе Губайдуловичу в сквере около госсобрания Сам сквер по весне начнут ремонтировать и реконструировать А еще повесят две мемориальные таблички По месту жительства Муртазы Рахимова на улице Энгельса И по месту работы Ну вот почему-то по месту работы ее повесят эту табличку на улице Первомайской Ну как будто бы Рахимов большую часть времени проработал в Черниковке А вовсе не в Белом доме Республики Башкортостан Согласитесь, довольно странно Завершая вступительную часть оперативного совещания Хабиров без лишней скромности отметил Что благодаря его талантам и личным стараниям Республика Башкортостан получила больше всех грантов Президента Российской Федерации В сфере развития гражданского общества И эти самые гражданские институты и общества Гражданские инициативы Цветут буйным цветом Как в саду у Мао-Дзэдуна Общественная жизнь в Республике Башкортостан Бурлит и булькает на все 590 миллионов рублей Которые были выделены из бюджетов разного уровня На развитие этих самых гражданских институтов 590 миллионов рублей Если честно, я вообще не понял О чем вот в этот момент говорил Хабиров О СПЧ, об общественной палате Или в конце концов о том, как хорошо и сытно живется Какому-нибудь Бузукаеву, Монсону или Шамилю Валееву Ну, возможно, я, конечно, пропустил в этом списке Какой-нибудь институт гражданского общества Существующий в Башкирии Но другого сорта этих институтов у нас точно не существует в Башкирии Спасибо всем, кто помогает нашему каналу материально Это очень важно в такое время, как сейчас Потому что никаких иных источников существования нашего канала Кроме как поступления, помощи и пожертвования наших подписчиков Не существует Мы существуем только за ваш счет, как говорится Мы существуем, потому что вы этого хотите Потому не забывайте помогать каналу Сделать это можно единственным способом Отправляя посильные для вас средства на наш расчетный счет Который мы показываем в каждой нашей передаче И указываем в описании под каждым нашим видео В рабочем порядке обсудили оперативную ситуацию в ЖКХ на дорогах ИЧС Министры постарались следовать благостному настроению Хабирова И не печалить главу по пустякам Было доложено, что в коммунальной сфере абсолютный порядок и тишина Ну, 67 аварий даже не стоит считать какой-то проблемой, согласитесь И потому как бы, ну, преподнесено это было все абсолютно в таком минорном тоне Количество ДТП неуклонно снижается А граждане почти перестали в них гибнуть или калечиться По линии МЧС самым ярким и серьезным событием прошлой недели Были вовсе не пожары, а вот, например, отправка 30 тонн гуманитарной помощи Самолетами в помощь палестинскому народу в сектор газа А вот далее последовал основной доклад оперативного совещания Доклад был длинным, путанным, изобиловал спорными цифрами Делал этот доклад министр промышленности Александр Николаевич Шильдяев И доклад этот был о развитии беспилотных авиационных систем в Республике Башкортостан Шильдяев сообщил, что федеральный бюджет готов вбахать Несчетное количество миллиардов в развитие беспилотной авиации в России Которой, как выяснилось, у сверхдержавы нет Ну и пока приходится обходиться летающими мотороллерами из Ирана С характерным названием Шахет В России срочно разработана программа по преодолению дефицита вот этих летающих мотороллеров И Башкортостан уже включен в эту замечательную программу В ближайшее время, а именно в 2025 году Будет создан научно-производственный центр беспилотных авиационных систем Аж на целых 5000 квадратных метров Главной надеждой на успех в этом деле Шильдяев считает процесс так называемого реинжиниринга Ну что такое реинжиниринг? Если проще говорить, то это называется Таким красивым словом называется обыкновенный плагиат Реинжиниринг это когда берется и копируется Лучший доступный западный образец техники путем измерения и перерисовывания на бумагу Ну так уже давно делают китайские товарищи И плоды их труда заполонили российские автосалоны и салоны сотовой связи Шильдяев планирует на этой теме освоить не много не мало А целых 2,6 миллиарда рублей На что собственно потратит Шильдяев эту гигантскую сумму? Например на обучение операторов беспилотных летательных аппаратов Уже с 1 сентября 2024 года можно будет начать учиться на эту специальность На создание кружков в 20 школах и в одном СУЗе Собственно план у Шильдяева начать выпускать до 2000 специалистов в области беспилотной авиации в год Александр Николаевич сообщил, что за 2023 год в республике Башкортостан Было выпущено аж 1000 единиц беспилотных летательных аппаратов А скоро он будет выпускать 4000 этих самых аппаратов Ну вот эту цифру 1000 в год уже озвучивал Ради Хабиров в череде своих успехов и достижений В ходе оглашения послания к госсобранию в декабре минувшего года Тогда это заявление вызвало нервный смех специалистов А вот Шильдяеву все ни по чем Он опять говорит о том, что да мы выпустили 1000 беспилотников за год Дело в том, что вот эту цифру никак не проверить, не опровергнуть невозможно Он мог сказать и 10 тысяч Так как все на самом деле покрыто мраком военной тайны Впрочем известно доподлинно, что единственным сертифицированным беспилотным летательным аппаратом Выпускаемым в Республике Башкортостан весом более 35 килограмм Является беспилотник БАС-200, который производится в Кумертаусском авиационном предприятии И вот этих БАС-200 произведено 10 единиц О каких еще 990 единицах летательных аппаратов говорит Шильдяев Ну на самом деле неизвестно Еще раз повторю, проверить это тоже невозможно, согласитесь, удобно Далее Шильдяев сообщил о начале гражданского применения беспилотной авиации в Республике Башкортостан Например, все тот же БАС-200 планирует применить для доставки медикаментов в труднодоступные районы Ну так сообщил Шильдяев Но учитывая тот факт, что от одного пульта управления БАС-200 может удалиться не далее, чем на 27 километров Затея это, ну, представляется, прямо скажем, утопической или бессмысленной Проще, наверное, дороги построить, чем выстраивать сложнейшую технологическую цепочку Последовательного радиоуправления вот этим самым дроном Ну, в общем, довольно странно, на самом деле, то, что рассказывает Шильдяев Он там еще говорил что-то про сельскохозяйственное употребление вот этих вот вертолетиков из Кумертау Но на самом деле, конечно, соотношение пользы и стоимости этого аппарата, конечно, никак не говорит в пользу реализации вот этих вот всех фантазий Шильдяева Дело в том, что, например, одна только сертификация БАС-200 обошлась Кумертаускому заводу в сто с лишним миллионов рублей Ну, сами понимаете, отбить всю вот эту массу денег через опрыскивание химикатами полей будет довольно сложно Ну, много всякой еще фантастической ереси нагородил Шильдяев в своем докладе Но все-таки, в конце концов, он проговорился о своей главной цели освоения федеральных миллиардов на теме беспилотных летательных аппаратов Ну, скажу честно, я ждал, когда он все-таки раскроет тайну своего воодушевления И Александр Николаевич раскрыл эту тайну Он заявил, что уже запущен процесс формирования единого оператора беспилотных авиационных систем с собственным флотом БПЛА Ну, и займется этот оператор оказанием услуг с использованием беспилотной авиации в наиболее актуальных сферах экономики Башкортостана Ну, конечно же, услуги будут возмездными и платными Уже срочно создана аношечка под названием беспилотные объединенные технологии И под нее задействует как раз-таки механизм государственно-частного партнерства Ну, это когда государство дает деньги, дает активы, дает возможности А потом эти активы и возможности уходят в частные руки Вот примерно так работает у нас механизм частного государственного партнерства Ну, примерно как вот произошло, например, с водоканалами, теплосетями и прочими-прочими вкусными активами Которые потом загадочным образом оказались в частных руках При том, что созданы они были исключительно на государственные деньги Вот такой вот у Шильдеева намечается башкирский байрактар в области беспилотной авиации Выслушав доклад Александра Николаевича, Хабиров мудро подытожил И заявил, что, надеясь на скорейшее окончание специальной военной операции Надо формировать рынок услуг беспилотной авиации И надо суметь успеть в этот бизнес залезть, как говорится, обеими руками Пока бестолковое государство российское швыряется деньгами Пытаясь выглядеть хоть сколько-нибудь технологической державой Потенциальными потребителями услуг беспилотной авиации Хабиров назвал Башнефть, Трансгаз и Транснефть Ну, как говорится, поживем, увидим Увидим ли мы в небе башкирский байрактар или не увидим Это будет понятно в ближайшую пару лет Далее на оперативном совещании заслужили доклад министра ЖКХ Ирины Александровны Головановой Об освоении бюджета Министерства жилищно-коммунального хозяйства Мадам Голованова, в отличие от Саши Шильдеева, в облаках не витает И об игрушечных самолетиках и вертолетиках не грезит Мадам Голованова осваивает вполне себе земные бюджеты Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ирина Александровна отчиталась об освоении 8,8 миллиарда рублей за 2023 год И это только в сфере благоустройства и ремонта 36 парков и скверов, 9 набережных, 16 площадей в городах 18 аллей и 44 прочих пространства 206 башкирских двориков Капитальный ремонт 662 многоквартирных домов Ремонт 758 подъездов Вот на этот список мероприятий Министерство жилищно-коммунального хозяйства Истратило почти 9 миллиардов рублей Это вам не вертолетики запускать, как говорится А вот доклад министра сельского хозяйства Ильшата Фазрахманова В отличие от ошеломительных цифр Головановой был скромен и тих Фазрахманов скромно отметил, что Республика Башкортостан Лидер по производству товарного меда в Российской Федерации И что на долю Башкирии приходится 10,5% этого замечательного продукта в России А именно в прошлом году было произведено 6000 тонн Но истинной страстью министра сельского хозяйства Фазрахманова является именно бортевой мед И в Республике Башкортостан теперь уже есть 75 бортевых пасек Продуктивность этих пасек, впрочем, невысока В среднем по 100 килограммов с каждой пасеки драгоценного бортевого меда Всего за год менее 8 тонн этого продукта было получено Это примерно 0,1% всего объема меда, производимого в Башкирии Но это нисколько не удручает Фазрахманова Хобби Фазрахманова, судя по всему, ему очень дорого Человек, который оставил сгнивать на полях республики около миллиона тонн зерна И несчетное количество неубранных полей с подсолнечками и прочими полезными и ценными культурами Увлекается бортевым медом Мед этот так сладок для Фазрахманова, что из бюджета Министерства сельского хозяйства Он датирует этот бортевой мед и очень щедро датирует Примерно 1000 рублей за каждый килограмм произведенного бортевого меда Полагается дотация вот этим вот пасечникам от Фазрахманова На будущий год господин Фазрахманов планирует удвоить суммы по поддержке бортевого пчеловодства А в августе 2024 года Илшат Илдусович планирует провести на набережной реки Белой в Уфе фестиваль меда Видимо, этот фестиваль должен будет с собой заместить юбилей Уфы, 450-летие, перспективы которого становятся все более и более туманными Ну вот такое хобби у министра сельского хозяйства Что поделать? Любит, нравится ему бортевой мед Завершил оперативное совещание Хабиров как-то уж очень загадочно Он заявил, что хочет обсудить ход строительства и устройства музея кочевых цивилизаций Но делать он это станет исключительно в закрытом режиме И просит остаться в зале только тех, кто, как говорится, в теме и в доле Ну, действительно, согласитесь, странно Если бы они в закрытом режиме обсуждали, например, действительно динамику производства военных беспилотных летательных аппаратов Ну, это было бы логично То есть военная тематика это вообще закрытая тема И надо микрофоны, как говорится, выключать Ну, а что секретного может быть в музее кочевых цивилизаций? Совершенно категорически непонятно Хотя, возможно, теория заговора подсказывает нам ответ Может быть, так у них называется, это такой может быть термин просто И этим словом Хабиров обозначает какую-то свою секретную тему, которую он собирается обсудить с соратниками Вообще мог бы просто подмекнуть или махнуть левой рукой В общем, как-то странно все это закончилось Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok